МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В программе Эврика мы представим вам проекты, которые шаг за шагом реализовываются и становятся привычными, а также познакомим с людьми, которые эти проекты предлагают. Вместе узнаем обо всем понемногу и стараемся узнать все о немногом. Представим, что в центре города стоит невостребованное историческое здание. Оно требует реконструкции, но необходима и оригинальная идея, что же в нем будет размещаться. Это будет продолжение традиций или же что-то принципиально новое. Познакомимся с предложением героев нашего сюжета по поводу конкретного гродинского здания и узнаем о других не менее интересных проектах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Платформа для презентации различных инициатив и готовых проектов – это ежегодный конкурс «100 идей для Беларуси». Задействовано много сил, представлено много предложений. Есть ограничения по возрасту. Заявитель должен быть не старше 35 лет. Но за разработками, проектами учащихся, студентов, молодых специалистов нередко стоят годы труда их научных руководителей. И это нельзя сбрасывать со счетов, ведь прорыв можно сделать, имея лишь прочный фундамент знаний и опыта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект реконструкции памятника архитектуры комплекса зданий пивоваренного завода предложила команда Гродненского политехнического колледжа. Именно команда учащихся и преподавателей. Мы все время ездим в учреждения образования, в колледж через мост. И мы видим вот этот покинутый памятник архитектуры, памятник 17 века. Очень интересный памятник в центре города. И у нас возникла идея организовать здесь какой-то молодежный центр, чтобы люди к нам потянулись. Более того, когда мы узнали, что Гродно, эта безвизовая зона была объявлена, мы сразу взялись за этот проект. Мы целый год делали обмеры, мы изучали материалы, исторические материалы, мы работали с историками, мы работали с граждан-проектом. И в конце концов у нас возникло предложение по реконструкции данного объекта, пивоваренного завода. Реконструкция предполагает создание здесь музея, ресторана и обязательно хостела. Главная цель – привлечь внимание к истории объекта. Не дать памятнику 17 века превратиться в руины. Этот проект находится в разработке уже не первый год. Тщательно продуман его внешний вид. Сейчас создается внутренний интерьер хостела. Проектирование ведется с использованием различных программ. 3D Max, архикад, автокад, фотошоп. Так как наш город Гродно достаточно богат своей историей, туристов это, конечно, привлекает. И присутствие хостела в данном городе достаточно будет хорошим бонусом. В нашем регионе не так-то много этих временных мест пребывания. Решил его выполнить достаточно лаконично. Сейчас такой стиль популярен, как минимализм, где минимум всяких излишеств выполняется. И это как раз-таки еще плюс, потому что экономично выполнять дешево. Соответственно, и стоимость обслуживания будет ниже. Дело в том, что для курсовых работ здесь, в колледже, ребятам даются реальные задания. А для этого идет активное общение с Гродненскими проектными институтами. Преподаватели узнают, что конкретно нужно нашему городу. Так, за последние годы были созданы проекты, которые могут добавить яркие штрихи в архитектурный облик Гродно. Например, детский сад «Игрушка» — красочное здание с тщательно проработанной площадкой для игр. Или же проект «Многофункциональные школы», где учтено развитие эстетического направления и наличие научного компонента. Кстати, один из проектов по благоустройству исторической застройки у реки Лососянка занял первое место в номинации «Лучшие идеи для города Гродно» в 10-м конкурсе социальных проектов и сейчас рассматривается городскими властями. Дело в том, что сама специальность архитектура она и подразумевает вот именно творческую деятельность не только ребят, но и преподавателей. Мы все фанаты своего дела, своего города. Мы очень любим свой город. И поэтому всегда, когда то, что мы видим в городе, что нужно в данном случае реконструировать или где-то что-то построить, мы тут же включаемся в этот процесс. Возможно, вскоре по лучшим курсовым и дипломным проектам учащихся политехнического колледжа в Гродно появится новый санаторий, проект которого сейчас находится в работе. Санаторий — моя курсовая работа спроектирована так, что там можно отдыхать любым, ну, независимо от материального состояния людям. Возможно, и на оживленных трассах за городом вырастут комфортные придорожные комплексы. Масштабных, а главное, жизненных проектов немало. Свежие идеи учащихся опираются на опыт преподавателей. И эти живые рабочие проекты смело могут брать на вооружение архитекторы нашего города. Ученый, который изучение птиц сделал делом своей жизни. Человек, который открыл первый на территории Беларуси орнитологический музей. Граф, потомок немецкого рода, фамилия которого известна каждому гродницам. В рубрике «Все свои» внучит и племянник Антония Тезенгауза Константин. Константин Тезенгауз Константин Тезенгауз Основатель белорусской орнитологии, науки, изучающей птиц. Граф Константин Тезенгауз родился в родовом имени Желудок в 100 километрах от Гродно в семье Игнатия Тезенгауза, генерала Литовской гвардии, преданного патриота своей родины, который во время восстания под предводительством Костюшка возглавил Гродинский гарнизон. Начальное образование Константин получил в Варшаве, потом продолжил обучение в Вильнюнском университете. Здесь он познакомился с профессором биологии, знаменитым ученым Станиславом Юндилом. Именно ему впоследствии Константин посвятит свою книгу «Основы орнитологии. Науки о птицах». Во время войны 1812 года Константин Тезенгауз вместе со своим братом Рудольфом воевали на стороне Наполеона Бонапарта, полагая, что он вернет великому княжеству литовскому независимость. За доблесть в боях Константина даже наградили крестом почетного легиона. После окончания войны он жил во Франции, затем в Германии, но при первой же возможности вернулся на родину и поселился в поставах Витебской губернии. Там Константин завершил строительство дворца, который начал прежний владелец постав Антони Тезенгауз. Часть помещений Константин отвел для экспонирования произведений искусства и занятий науками. Во дворце были оборудованы кабинеты минералогии, зоологии и этнографии края, а также орнитологический музей, который считался крупнейшим в Восточной Европе и является первым на землях Беларуси. В его экспозиции были представлены более трех тысяч чучел птиц практически со всех континентов и огромное количество птичьих яиц. Экспонаты для своего музея орнитолог приводил из Варшавы, Вены, Милана, Парижа, Венеции, Берлина, других городов и стран. Константин Тезенгауз опубликовал около 50 научных артикулов и книг на польском, латинском, французском и немецком языках. Его труды и сегодня имеют большое историческое значение, как детальные сведения о состоянии фауны Беларуси и других стран в первой половине XIX века. Кто-то является создателем, остальные же потребители. Создатель чаще всего известен или даже знаменит. А бывает и так, что имя его напрочь забыто, но продолжает жить изобретение. Простые вещи с богатой историей в нашей следующей рубрике. Текстильную застежку-липучку, известную в англоязычном мире как велкро, в патентное бюро в 1951 году представил швейцарский инженер Жорж Демистраль. И лишь спустя 4 года, 13 мая 1955-го, он получил долгожданный патент. Идея липучки появилась у швейцарского инженера, когда после очередной прогулки с собакой ему пришлось снимать с ее шерсти репейник. Демистраль рассмотрел его под микроскопом и увидел крохотные крючки. Именно с их помощью головки цеплялись за шерсть. Тот же принцип изобретатель использовал в своей разработке. Застежки-липучки вскоре начали широко использовать в аэрокосмической промышленности, а также в спортивном снаряжении. В итоге Жорж Демистраль продавал до 55 тысяч километров липучки ежегодно. Немец по происхождению Карл Гебенталь это врач, работавший в первой половине 19 века в Минске и Витебске. Именно он оспаривает первенство в изобретении всем известной гипсовой повязки у Николая Пирогова, известнейшего хирурга Российской империи. Патент на свои изобретения тогда никто из хирургов не получил. Поэтому споры продолжаются по сей день. Это факт из истории. А мы продолжаем знакомить вас с современными разработками, в том числе в сфере медицины. Банк проектов конкурса «100 идей для Беларуси» растет с каждым годом. Предлагаются проекты в различных сферах. Это использование альтернативных источников энергии и определение качества хмелеводческой продукции. Это робототехника и строительство речной электростанции. Это создание азбуки маленького белоруса и использование металлополимерных роликов в ленточных конвейерах. Одни идеи находят продолжение, другие трансформируются, третьи остаются на уровне предложений. Найти инвестора и внедрить разработку в жизнь. Таково желание каждого. На последнем конкурсе внимание привлек Гродненский проект из области медицины. Это предложение метода коррекции стопы, а конкретно лечение нефиксированной формы плоскостопия у детей. Деформация стопы – наиболее частая ортопедическая патология. Не стоит забывать, что она имеет не только медицинскую, но и высокую социальную значимость. Ведь возникая в детском возрасте, болезни стопы прогрессируют в подростковом и взрослом, а это ведет к ограничению социальной активности. Все дети рождаются плоскостопами. Это, в общем-то, норма. И данная плоскостопия, физиологическая, так называемая, уходит к возрасту 5-6 лет. Если оно сохраняется позже данного возраста и прогрессирует, и имеется клиника в виде болей, усталости, то это признаки того, что плоскостопие патологическое, и его нужно лечить. Первым делом мы используем консервативные методы лечения. Если они неэффективны оказываются, мы выполняем оперативные лечения. Единственного способа решить проблему и избавиться от плоскостопия нет. Помимо привычного использования ортопедических стелек, в мире применяется больше 100 хирургических методов. Многие из них травматичны и имеют длительный период восстановления. Самое, скажем так, безопасное в плане нарушения нормального функционирования стопы или, как мы называем, биомеханики. И самое обоснованное с этих позиций является операция, направленная на блокирование избыточной пронации в подтаранном суставе. То есть у нас вот есть подтаранный сустав и пронация – это движение, направленное на вращение внутрь. То есть при плоскостопии у нас наблюдается понижение продольного свода стопы и разворот пятки к наушке. Ну, приблизительно вот так. Чтобы восстановить продольный свод стопы, необходимо использовать особый имплант, который через небольшой разрез помещается внутрь на 3-4 года. Имплант – это губчатый винт из нержавеющей стали. Математическая модель метода была разработана при помощи коллег из университета имени Янки Купалы. Нами была разработана методика, позволяющая малоинвазина, буквально с прокола, поместить винт в тело таранной кости, который блокирует избыточную вот эту вот пронацию, но не нарушает, в отличие от других методик, нормальный физиологический объем движений в этом патаранном суставе. До и после операционной данной плантографии, снятия отпечатков подошвы стопы, данные педобарографии, то есть картины распределения давления на участке стопы, а также рентгенография, показывают, что метод эффективен. Кстати, на третьи сутки после хирургической коррекции дети начинают самостоятельно ходить с полной нагрузкой. В общем-то, операция очень хорошая, поскольку не нарушается нормальная анатомия стопы и ее функционирование. Данный винт держит продольный слот стопы до тех пор, пока не окрепнет капсульно-связочный аппарат стопы, связки, грубо говоря, не окрепнут, и не ремоделируется стопа в правильном положении, то есть по мере роста ребенка. Такая была задумка. Нами выполнено порядком 250 операций. На данный момент первая операция была в июле 2009 года. Данная операция внедрена в Институте травматологии в Республиканском научно-практическом центре в Минске, в Могилевской больнице скорой помощи и вот недавно в Мозырской центральной районной больнице. Предложенный гродненскими медиками метод лечения плоска стопы у детей себя зарекомендовал. О нем рассказано на различных конференциях. Есть патент на данную методику, а также инструкции по применению, утвержденные Минздравом Республики Беларусь. И что очень важно, этот метод лечения плоска стопы у детей не требует больших финансовых вложений. Оригинальная идея, глубокое понимание проблемы и опыт все вместе дает отличный результат. Самый богатый, самый низкий, самый толстый, горячий, длинный, наконец, самый оригинальный. Список самых-самых бесконечных. Интересные факты мы предлагаем вашему вниманию. В 1950 году американский математик Клод Шеннон вычислил, сколько неповторяющихся партий в шахматы существует. Число оказалось огромным. Оно составляет приблизительно 10 в 118 степени. Число было названо именем ученого, числом Шеннона, и стало первым фундаментальным математическим исследованием в шахматной теории. Для сравнения, число атомов во Вселенной 10 в 80 степени, а число Google, давшее название знаменитой поисковой системе, это 10 в степени 100. Лестерский кодекс – самая дорогая книга в мире. Ее купил Билл Гейтс. За сумму, которая в пересчете на курс января 2015 года составляет больше, чем 44,5 миллиона долларов. Это трактат о воде, земле и небесных делах Леонардо да Винчи. Итогом четырехлетней кропотливой работы ученого стали 18 листов, исписанных с двух сторон зеркальным шрифтом, которые были собраны в 72-страничную книгу с иллюстрациями, схемами, математическими расчетами и чертежами. Лестерский кодекс можно прочитать только в отражении зеркала. Первая в мире ветка метро появилась в Лондоне в 1863 году. Ее общая протяженность составляла 3600 метров. Она включала в себя семь станций. Открыл движение столь необычного вида транспорта, локомотива на угле, Принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Он и стал первым пассажиром метро. За первый год работы подземный транспорт перевез более 9 миллионов человек. Для сравнения. Сегодня в Лондоне ежедневно метро пользуются около 3 миллионов человек, то есть 1 миллиард пассажиров в год. Бывают такие изобретения, которые переворачивают весь мир и изменяют образ жизни людей. Но на каждое успешное изобретение есть миллионы любопытных попыток, которые порой закрепляются в истории. Мы приготовили для вас подборку таких интересных, порой смешных решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»